Задача поставлена гораздо конкретнее. Задача, кстати, в запятательной ситуации, то есть то, что меня не устраивает. Но здесь должна быть цель, которую необходимо достичь, плюс ограничения и особые условия. Ну, например, одежда у меня не помещается в шкаф. При этом поменять квартиру я не могу. Ну, ради того, чтобы поставить больше шкафа. Значит, выбросить одежду не могу. Просить соседа подержать сегодня не могу. Значит, и мне нужна, если я еще укажу на конкретный физический, химический, то есть мне нужно еще, например, ну вот столько пространства я бы был устроен, да, то есть мне нужно еще там кубический метр, не знаю, да, высотой 2 метра, там полметра, как-то вот так вот. Тогда меня это нужно. Тогда возникает задача, то, что есть, решать, иначе это не понятно, что решать. Например, вот из-за летательской ситуации. Пассажиры по летательному доживутся на головной руку. Откручение самочувствия из-за ударов колес, мостов и крыльцев. Вот, некоторые чувствительные, да. Как будет? Это значит, пока ситуация размутанная. Для того, чтобы превратить ее в задачу. Не одну задачу. Здесь много задач. Например, мы можем сказать, как сделать, чтобы голова не болела, мы можем, например, сделать так, чтобы вообще не было отстыка резцев. Или, например, значит, мы можем сделать, чтобы стык был, а удар не был. Городыш не был. Это я дойду до этого, да? Да. То есть есть причинно-следственная цепочка. Почему болит голова? Голова болит, потому что она чувствительна каким-то сотрясением. Почему возникает эти сотрясение? Потому что сотрясение от колеса передается хлопок. Почему возникает, значит, сотрясение от колеса, да, почему они передаются? Потому что есть жесткая связь. Почему есть жесткая связь? Ну, потому что там мощная пружина, там, да, 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 да. Почему колесо производит этот звук? Потому что оно ударяется по стык. Почему оно ударяется в стык? Потому что этот стык есть. И так далее, да. И в любом месте мы можем эту причинную цепочку находить. Когда у человека не будет болеть голова, хотя все остальное считается, но когда нет этой головы. Или когда она занята чем-то другим. Например, музыку выкручили, и он просто этого не слышит. Доминанту изменил. Ну например, человек этого не слышит, он наушники одел, слушает кино какое-то, смотрит. И голова не заболеет. Или идет в ресторан. Всех в ресторан. К примеру, да? Дальше. Не можем мы этого сделать. Можем рвать с другой вести. Например, колеса есть, удар есть, звук есть. Но где-то мы его гасим по дороге. Нет вот этой жесткой связи. Не можем погасить по удару. Будем решать задачу, как чтобы не было ударов.